Глава 7 И было во дни Ахаза сына Иофамова, сына Озии царя иудейского, Рецин, царь сирский, и Факей, сын Ремалиин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. Я часто говорил, и теперь скажу, что в древности пророчества изрекаемы были не для того, чтобы иудеи только узнавали будущее, но чтобы узнав, получали отсюда пользу, чтобы от страха угроз они делались более благоразумными и от обещания благ более усердными к исполнению добродетели, познавая из того и другого и силу Божию, и попечение его об них. Подлинно по этой причине были изрекаемы предсказания, и для того, чтобы иудеи не думали, будто событие совершается просто и случайно, по какому-либо порядку природы или естественному течению дел, но знали, что и то, и другое происходит по мановению свыше и по определению Божию, а это весьма много способствовало им к Богопознанию. Но так как пророчества, как я и прежде говорил, исполнялись не тот час по изречению их, но предсказания тогда были изрекаемы, а самые события совершались спустя долгое время, так как некоторые из слышавших часто умирали прежде и не могли судить о последствиях предсказаний, то смотри, что делает и устрояет Бог. Он соединяет одно пророчество с другими пророчествами, ближайшее с отдаленнейшими, бывшее в их поколении, представляя величайшим доказательством того, что должно совершиться спустя долгое время. В Евангелии же пользу такого рода он устрояет другим образом, соединяясь с пророчествами чудеса и подтверждает одни другими. Так, например, ко Христу некогда подошел прокаженный и был очищен, а после него отрок сотника был исцелен от известной тяжкой болезни, и знамения этой были великие, но он не ограничился этими знамениями, а присовокупил и пророчества. Так как сотник оказал дивную и великую веру, за которую отрок и был исцелен от болезни, то Христос присовокупил «Многие придут от востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом, а сыны царствия будут изгнаны вон». В этих словах он предсказывал и образование церкви из язычников, и отвержение иудеев, что теперь исполнилось на самом деле, и для всех видно, веснее солнца. Но тогда было пока неясно и невероятно для неверующих. Для того предварительно и совершенно было тогда знамение, чтобы внушить великую веру в то, что имело совершиться после, равно как и самое пророчество, исполнившееся ныне на самом деле, служит твердым подтверждением бывшему тогда знамению. Скажет ли неверующий, что прокаженный не очистился? Но пусть он посмотрит на истину пророчества, и от этого пусть верит и за знамение. «Сказали бы тогдашние иудеи, что предсказания его не истины, но пусть они посмотрят на очистившегося прокаженного, и после бывшего с ним не сомневаются и касательно будущего». Таким образом, для тех знамение служило величайшим залогом истинности пророчества, а для нынешних пророчеств – действительности знамения. Ведь если как одно подтверждается другим, тоже можно видеть и в Ветхом Завете. Так, когда Иераваам тяжко неистовствовал и поставил золотых тельцов, то пришедший пророк и предсказал будущее, и тогда же совершил знамение. Чтобы никто не сомневался в том, что должно было случиться, через 300 лет он разрушил жертвенник, пролил тук и сушил руку царя. Последствием совершившегося перед глазами ясно подтвердив то, что имело совершиться спустя много времени. И таких событий много можно видеть и в Ветхом, и в Новом Завете, так как Бог различно устрояет наше спасение. Так точно было и здесь, и при том с великим преимуществом. Не только дано было знамение, но и пророчество соединено с знамением. Впрочем, чтобы сказано было более ясным, рассмотрим обстоятельно и самое сказание. И было возвещено дому Давидову, и сказано, «Сирияне расположились в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблется от ветра дерева в лесу». Это история, повествование о событиях. Но кто имеет ум и острое зрение, то отсюда может получить великую пользу, опознав великую премудрость Божию и попечение его об иудеях. Он и не остановил войны в самом начале, и наступавшему не допустил овладеть городом, но дозволив сделать угрозу на словах, остановил ее исполнение, возбуждая и избавляя иудеев от беспечности, и показывая свою силу, что он может и тогда, когда бедствия достигнут своего конца, сохранить невредимыми подвершихся им так, как будто эти бедствия и не начинались. Это, как можно видеть, он часто делает, например, в Пищи Вавилонской, в Орве Львином и в других бесчисленных случаях. Так и эти пришли, осадили город, коснулись стен, привели в трепет ум жителей, но больше не могли сделать ничего. В 86. Отсюда можно видеть беззаконие десяти колен, в том, что не только начали междоусобную войну и подняли оружие на своих братьев, но и соединились с чужеземцами, иноплеменниками, и, будучи обязаны даже не иметь с ними простого общения, призвали их к себе на помощь, вооружились вместе с ними и восстали против своего города. Они побудили иноплеменника Рефина идти против их столичного города, и обстоятельства войны были неравны. У тех было бесчисленное войско, и города, и племена, и народы, а здесь ничего такого, но был один только столичный город, так что сила Божия открылась со всей ясностью. Так как здесь никто не брал оружие, не выходил и не противоборствовал, злые замысл самосу тех разрушились и не могли, говорит пророк, разорить его. Что же препятствовало этому? Ничто иное, как рука Божия, которая невидимо отражала их. Впрочем, как я сказал, Бог хотя отвратил войну, но от страха не тотчас избавил. Когда Бог намеревается совершить что-нибудь необыкновенное, то Он не вдруг совершает чудо, но сначала попускает тем, к которым оно относится, чувствовать бедствие, чтобы по избавлению от бедствий они не оказались неблагодарными. Так как многие из людей частью по гордости, частью по беспечности забывают бедствие, по избавлению от бедствий, или не забывая приписывают успехи самим себе, то Бог попускает им сначала потрясение от скорбей, а потом освобождает от затруднительных обстоятельств. Так точно Он поступил и здесь. Он попустил, чтобы из сердца их пришли в трепет, попустил быть великой скорби, а потом и послал избавление. То же Он сделал с великим Давидом. Намереваясь вывести его на борьбу и воздвигнуть руками его славный трофей, Бог сделал его это не в начале войны, но оставил израильтян мучиться от страха в течение сорока дней, и когда они уже отчаялись в своем спасении, когда иноплеменник произнес бесчисленное множество укоризм, и, несмотря на то, никто не осмелился выйти и противостать врагу. Тогда только именно тогда, когда они, признавя свое поражение и слабость, их сделалось явною, он вывел на борьбу этого отрока и совершил дивную победу. Если после этого, после такого обнаружения их слабости, спасенный царь, побуждаемый ненавистью и завистью, строил кузни Давиду и, придавшись страсти, оказался неблагодарным к благодетелю, то чего не сделал бы он, если бы Господь не доказал таким очевидным образом трусости, как его, так и всего войска. То же самое, как можно видеть, Бог делал и во многих других случаях. Точно так делается и теперь. Намерясь освободить иудеев от войны, избавить их от скорби, он попускает им сначала чувствовать бедствие. И ужаснулась, говорит пророк, душа его и душа людей его. Пророчеству свойственно обнаруживает сокровенное чувствование людей. Так и здесь он выражает состояние души каждого из них. И для ясности приводит сравнение, чтобы показать силу скорби. И поколебалась, говорит, душа их, смирилась высокоумие. Они отчаялись в своем спасении, думали, что находятся в крайности, не ожидали ничего доброго. И каждый из них сокрушался собственными помыслами. Что же Бог? Он предсказывает избавление и потом совершает его. Чтобы они опять не приписали освобождение города кому-нибудь другому, он посылает пророка возвестить будущее. И сказал Господь Исаии, «Выйди ты и сын твой, Шаарясув, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю, беги в ничему, и скажи ему, наблюдая и будь спокоен, не страшись». И да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян, и сына Ремалиина. Что значит встретение? От страха и скорби царь не был спокойный и не мог оставаться дома. А как обыкновенно бывает с осажденными, постоянно выходил, обозревал стены, подходил к воротам, распоряжался, исследовал, в каком положении находятся дела неприятелей. Поэтому Бог и говорит, «Выйди встречу». Это значит, «Ты и оставшийся Исаас, сын твой». Потому Иесей, посылая Давида к братьям, ему говорил, «Возьми им». То есть, «Скажешь мне об их обращении, о том, что они делают». 88. Итак, здесь, мне кажется, пророку повелевается взять с собой народ, чтобы по окончании событий царь не мог оставаться неблагодарным, как бы не слышавший ничего такого от пророка. Смысл приведенных слов следующий. «Выйди навстречу ты, обращающийся с тобой, оставшийся от народа». Не удивляйся, что Бог назвал народ сыном его. И далее, пророк говорит, 8.17, «Вот я и дети, которых дал мне Бог». Действительно, святые были вместо отцов и даже превосходили всех плотских отцов своей любовью и попечением об этом народе. Оставшимися он назвал и потому, что многие были уведены врагом. До пути белильничего, и здесь мне представляется немало затруднения. Как те, которые были заключены и осаждены, не смели выйти вон, явились за ворота города, ведь этот путь виден ныне вне стен его. Чем же разрешить это недоумение? Тем, что в древности он был огражден еще другой стеной. У этого города было две стены, как любознательно и легко могут видеть из другого пророка. Итак, пророк вышедший ободряет упавший дух их и внушает надежду относительно будущего. «Успокойся», говорит он, и не бойся, и называет царей древесными головнями, выражая как силу их, так и непрочность. Потому и присовокупляет дымящихся, то есть находящихся близко к тому, чтобы погаснуть. Потом, желая показать, что нападение врагов произошло не от силы их, а по Божию попущению, он говорит, «Сири, Ефрем и сын Ремолеин умышляет против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее и овладеем ей и поставим в ней царем сына Тавиилова». Но Господь Бог так говорит, «Это не состоится и не сбудется». Ибо глава Сирии Дамаск и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремолеин, «Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены». Опять пророк представляет величайшее подтверждение пророчества, так как слушатели были поражены страхом и бесси были перед глазами, а отрадное было только в надежде, даже превосходило всякое ожидание, и при том они были не очень доверчивы, то смотри, что он делает. Он дает величайшее знамение того, что предсказанное сбудется, обнаруживая замыслы противников. Он открывает, с каким намерением они осадили город, о чем совещались между собою, на каких условиях приступили, и показывает, что или это событие есть предательство, или враги обезумели от великой гордости, думая, что им не нужно не брать за оружие, не вступать в борьбу и сражение для того, чтобы взять город. Для нас достаточно, говорили они, только явиться, и поговорить, и возвратиться, взяв всех в плен. Потом, как обыкновенно бывает с гордыми, они, надмиваясь такой надеждой, совещаются об избрании царя, как будто город уже взят, и нужно поставить кого-нибудь царем в столице. Таковы, говорит пророк замыслы их. Но воля Божия не спровергнет все это, потому он и продолжает, так говорит Господь, и не останавливается на этом, а прибавляется воов, потому что, когда он намеревается возвестить что-нибудь великое, то напоминает о силе Божией в высшем царстве, о чудном и дивном владычестве его. Что же, говорит Бог, не сбудется совет их. Начальство его, говорит, власть его ограничится Дамаском и не будет простираться далее. И глава Дамаска Рецин. Начальникам и правителям Дамаска, говорит, будет Рецин, то есть он останется при своем и не увеличит своего могущества. 90. Это величайшее доказательство истины, когда пророки предсказывают и время событий еще 65 лет, предоставляя желающим исследовать с точностью значения пророка, истины. Теперь, говорит пророк, они отступят от города. Но по истечении 65 лет погибнет весь народ. Враги возьмут его и ведут всех. А теперь, прежде того плена, они не получат ничего больше того, чем владеют. Чтобы царь, слышав, что израильтяне погибнут через 65 лет, не сказал в самом себе, что же. Если они теперь возьмут нас, а тогда погубят, какая нам польза? Пророк, не бойся из-за настоящее. Тогда они будут выселены совершенно, а теперь не получат ничего больше того, чем владеют. Глава же Ефремова до 10 колен будет Самария, потому что там была столица их, и далее не распространится. И глава Самарии царь израильский. Что говорил он о Дамаске, тоже выражает и здесь. То есть они не будут иметь ничего больше того, чем владеют теперь. Далее, так как он сказал о делах, превышающих разум человеческий и превосходящих обыкновенные соображения, и сказано было пророчеством, то справедливо и превосокупляет. Если не верите, то потому, что не уверовали, не спрашивают, говорят, как, каким образом это будет, то вы не удостоверены, что Бог есть совершитель, а тебе нужна только вера, и ты уразумеешь силу совершающего. Ты получил полное доказательство сказанного. Так и пророк Давид говорил, я веровал, потому говорил. И Павел, повторяя это изречение, приложил его к высшим предметам, сказав, имея тот же дух веры, по написанному, я веровал, потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. 2 Коринфянам 4.13 Если Ветхозаветник, которая так отстоит от новозаветников, как земля от неба, имела нужду в вере, то тем более познание догматов столь высоких, которые на ум никогда никому не приходили, это выражает и сам апостол, когда говорит, которых ухо не слышало, и око не видело, и на сердце человеку не приходило, что Бог приготовил любящим его. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси, или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз, не буду просить, и не буду искушать Господа. Тогда сказал Исаия, слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение, все девы в очреве примет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил, велико снисхождение Божие, и велика неблагодарность царя. Выслушав пророка, он должен был нисколько не сомневаться в сказанном, а если усомнился, то принять знамение и уверовать, как поступали многие из мужей иудейских, Бог, будучи человеколюбивым, часто не отказывал в этом, в знамении для чувственных, пресмыкающихся долу и привязанных к земле иудеев, как, например, сделал при Гидеоне. Так как Ахаз был несовершеннее всех и весьма груб, то смотри, как Бог опять нисходит к нему. Он сам привлекает его и предлагает ему просить знамения, хотя и то было немалым знамением, что он открыл его тайные мысли, обнаружил все его душевное расположение и обличил его притворство. Так как пророк сказал просить себе знамения, а царь, притворяясь вполне верующим, отвечал, не буду просить, не буду искушать Господа, то смотри, с какой силой пророк поражает его, справедливо употребляя при обнаружении его притворства тягчайшее обличение, потому, не удостаивая царя ответа, он обращается к народу и говорит, слушай дом Давидов. Эти слова не ясны, поэтому нужно обстоятельно разъяснить их. В них пророк говорит следующее, разве мои это слова, разве мое определение, если не верить людям напрасно и без причины, жестоко и достойно осуждения, то гораздо более Богу. Итак, для чего утруждаете, значит, не что иное, как не верить. Разве малая вина, разве незначительная обида не верить людям, но если это жестоко, то гораздо более не верить Богу. 92 Он говорил это для того, чтобы все знали, что пророк не был обманут и судил непосказанным словам, но произносил определение по мыслям в душе Ахаза. Так поступал часто и Христос по сказанию Евангелия. Прежде чем показывать какое-либо знамение, он обличал злобу иудеев, скрывавшуюся в мыслях их, и в этом самом показывал немалое знамение, как, например, он поступил при исцелении расслабленного, когда он сказал ему «Дерзай, чадо, отпущаются тебе грехи твои», а они говорили в себе «Он богохульствует». Тогда он прежде чем исцелить расслабленного сказал «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Представив величайшее доказательство божества своего в том, что он знает сокровенное помышление их. «Ибо ты един только, говорит Писание, сердцеведец» 3 Царство 8.39 «И Давид та же говорил испытывающий сердца и утробы Божия» Салом 7.10 «Ведение этого Бог часто сообщал и пророкам, чтобы слушатели знали, что сказанное ими было нечеловеческое, но всякое определение приносилось свыше, с небес, потому этот громогласнейший Исайя беседовал с царем весьма кротко, возвестив избавление от бедствий, повелев не бояться за настоящее и приставив ему доказательства этого открытием намерения врагов, обличением предательства, предсказанием совершенного и всецелого пленения Израиля и назначением времени. Не ограничился этим, но идет далее и не ожидает, чтобы царь сам просил знамения, но предложает ему нежелающему этого по крайнему неверия и при том не просто, но предоставляет выбор на его волю, не говорит такое и такое знамение, но где хочешь? Господь богат, всемогущая сила его, неизреченна власть, захочешь ли знамения с неба, нет никакого препятствия, захочешь ли с земли, и этому никто не препятствует, таков смысл слов во глубину или высоту. но когда царь не убедился этим, то пророк и тогда не замолчал, но прибавил обличение для исправления слушателей и для показания того, что тот не обманул и не обольстил словами, открывает таинственное пророчество, которое послужит ко спасению вселенной и исправлению всего, и говорит, что это знамение дается уже не Ахазу, но всему народу иудейскому. Сначала пророк обращал речь к нему, но когда он показал себя недостойным, то обращается к целому народу. Посему так говорит Господь дастся вам знамение вам кому? Находящимся в доме Давидовом. Оттуда произошло это знамение. Какое же знамение? Седеева в очреве приимет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил. Надо бы напомнить, как я выше сказал, что знамение дается уже не Ахазу. А что это не догадка, можно видеть из того, что сам пророк сказал в обличении укоризну. Разве мало для вас затруднять человека вприсовокупляет? Даст вам Господь знамение, Седеева в очреве примет зачнет. Если бы это была не Ева, то не было бы и знамения. Знамение должно выходить из общего порядка вещей, превосходить обычный порядок природы, быть дивным и необыкновенным, так, чтобы каждый из видящих и слышащих замечал это. Потому он называется оно знамением, что заключает в себе нечто знаменательное. А знаменателем оно не было бы, если бы не выходило из общего порядка прочих вещей. Так и здесь, если бы шла речь о жене, рождающей по закону природы, то для чего пророк назвал бы знамением то, что бывает ежедневно? Потому и в самом начале пророчества он не сказал себе Дева прибавлением члена указывая нам на некоторую особенную единственную Деву. Как бы определенный артикль стоит здесь пояснение. А что такое прибавление выражает именно это? Можно видеть из Евангелия, когда иудеи послали к Иоанну просить «Ты кто?» Они говорили «Ты ли Христос?» «Но ты ли Христос?» И не говорили «Ты ли пророк?» «Но ты ли тот пророк?» Каждое из этих выражений означало нечто особенное. Потому и в начале Евангелия Иоанн не сказал «В начале было слово Логос», но «В начале было то слово и было у Бога». Так точно и здесь пророк не сказал «Се», но «Се» в единственном числе и свойственным пророку достоинством «Се», потому что он почти видел эти события, представляя их себе, имея полную уверенность относительно сказанного. Пророки яснее наших глаз видели невидимое, чувству свойственно обманываться, а благодать Духа сообщало непреложное решение 93. Но почему скажешь, он не прибавил, что рождение будет от Духа Святого? Сказанное было пророчеством, и потому, как я часто говорил, нужно было возвещать прикровенно, по причине неблагодарности слушателей, чтобы они, узнав все ясно, не сожгли всех книг. Если они не пощадили пророков, то тем более не пощадили бы их писаний. А что сказанное мною недогадка можно видеть из того, что другой царь при Еремии, взяв самые книги, разрезал их и предал огню. Еремия 3623 Видишь ли невыносимое безумие? Видишь ли безрассудный гнев? Он не удовольствовался тем, что изгладил письмена, но сжег и книги, желая удовлетворить своей безумной страсти. Впрочем, хотя этот дивный пророк сказал прикровенно, но выразил все. Дева, оставаясь девой, как иначе могла бы зачать, если бы не от Духа Святого. Превзойти закон природы не мог никто другой, кроме Творца природы. Таким образом, сказав, что родить дева, он выразил все. Возвестив о рождении, пророк называет имя рожденного, не то, которое дано ему, но которое приличествует ему по делам. И Иерусалим он называет городом правды, хотя никогда он не назывался городом правды, но удостоился такого имени по делам, по причине значительной перемены к лучшему и защищения справедливости. Если блудница и пророк называют его не потому, чтобы этот город когда-нибудь имел такое название, но приписывает ему имя это запорочность, то и после этого называют его городом правды за добродетели. То же самое нужно сказать и о Христе, то есть что пророк приписал ему имя по делам. Действительно, тогда особенно Бог был с нами, когда он явился на земле, обращался с людьми и показал великое о нас попечение. Не ангел и не архангел был с нами, но сам Господь не шел и принял на себя исправить все, беседовал с блудницами, возлежал с мытарями, входил в домы грешников, подавал надежду на спасение разбойникам, привлекал волхвов, обозревал и исправлял все, соединил с собой и самую природу. Все это предсказывает пророк, возвещая как о рождении, так и о неизреченных и беспредельных плодах этого рождения. Когда Бог с людьми, то уже не должно ничего бояться и трепетать. Но относительно всего быть уверенным, что действительно и исполнилось. Древние и неподвижные преступления разрешены, осуждение всего рода человеческого уничтожено, силы греха сокрушены, власть дьявола прекращена, рай, бывший недоступным для всех, отверстие стерва для человека убийцы и разбойника, своды небесные раскрылись, человек соединился с ангелами, наше естество вознеслось на престол царский, темница ада сделалась праздною, смерть по имени осталась, но в сущности дело уничтожилось, сон мучеников и жены сокрушили жало ада. Провидев все это, пророк радовался и восхищался, и одним словом изобразил нам это, предвозвестив нам Эммануила. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. так, чтобы кто-нибудь отвергать пелене, 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 пищу, приличную первому возрасту, чтобы всем этим заградить уста тем, которые дерзают отвергать домостроительство воплощения Божия. Таким образом, пророк издалека провиде это говорит не только о зачатии и дивном рождении, но и о пище первого возраста, которую Христос питался в пеленах и которая нисколько не отличалась от пищи прочих людей и не имела в сравнении с ней ничего особенного. У него не все было отличное от нас, но и не все общее с нами. То, что он родился от женщины есть общее с нами, а что он родился от девы это выше нас. То, что он принимал пищу по обыкновенному закону природы и одинаковому для прочих людей есть общее с нами, а что этот храм был недоступен для греха и не испытал греха, это необыкновенно и дивно и свойственно только ему одному. Потому пророк и сказал о том и другом. Не после испытания зла говорит он отстал от зла, но еще прежде и от самого начала являл всякую добродетель. Об этом и сам Христос говорит. Кто из вас обречит меня во грехе еще? Идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. 95. Этот самый пророк далее говорит беззаконие не сотворил и не нашлось лезть в устах его. Тоже говорит он и здесь. То есть прежде чем этот отрок будет в состоянии узнавать или отличать злое с самого неопытного возле возраста, с самого рождения он станет являть добродетель и не будет иметь ничего общего с пороком. Опять теми же словами порок выражает ту же мысль и останавливается на этом предмете. Так как сказанное было весьма высоко, то повторением изъяснения он удостоверяет в его истине. То же, что он выше сказал в словах прежде, нежели разуметь ему и разуметь злое он на деле выражает в словах отрок прежде, нежели научиться отличать и прибавляет опять те же выражения доброе и злое отринет лукаво и изберет благое это было особенно свойственно ему одному потому и Павел постоянно повторяет то же и Иоанн увидевший его воскликнул эти слова вот агнец Божий который берет на себя грех мира а кто взял на себя грехи других тот сам тем более был безгрешен и Павел как я выше сказал постоянно повторял тоже так как Христу надлежало умереть то есть чтобы кто из неверующих не подумал что он был наказан за собственные грехи апостол постоянно поставляет на вид безгрешность его желая показать что смерть его есть искупление за наши грехи потому он и говорит Христос восстал из мертвых и более не умирает потому что умер для греха этой смерти говорит он подвергся никак виновный не за собственный грех но за общий грех всех если же он и прежде не подлежал смерти за какой-нибудь свой грех то совершенно очевидно что он уже не умрет и остается земля что часто делает пророк тоже делает и здесь после пророчества он обращается к историческим событиям так поступил он и в сказании о Серафимах как мы ясно показали так же поступил и здесь сказав о благах уготованных вселенной он теперь обращает речи к царю потому и продолжает и оставится земля что значит оставится будет неприкосновенную будет свободную и не испытает неприятного не подвергнется бедствиям войны и оставится земля которой ты боишься за которую страшишься за которую трепещешь от лица двух царей то есть дамасского и израильского далее чтобы царь от предсказания о благах не сделался более беспечным и следствие мира не сделался более нерадивым пророк опять возбуждает его душу говоря но наведет Господь на тебя и на народ твой и на дом отца твоего дни какие не приходили со времени от падения Ефрема от Иуды наведет царя ассирийского этими словами он возвещает нашествие на племенников которые разрушили город до основания и взяв жителей в плен ушли возвещает не для того чтобы это случилось но чтобы они вразумившись страхом отклонили от себя угрожавшее бедствие но так как они не от благ которыми не по достоинству пользовались не сделались лучшими а что действительно они пользовались имени по достоинству видно из душевного расположения царя и крайнего его неверия нет угроз страшными событиями не исправились но упорно противились и тому и другому полезному врачевству то пророк наконец употребляет глубочайшее сечение чтобы истребить гнилую рану и отсечь неисцельно больные члены иноплеменники сделали нападение чтобы увести всех их но потом оставив иуду и два колена обратились против Израиля таким образом слова его означают следующее с того дня когда десять колен привлекут к себе войско иноплеменников отлегшие его от вас по своим крайне великим грехам и привлекшие их к себе будут уведены с того дня нужно будет и вам бояться и страшиться протираясь далее они нападут и на вас если вы не исправитесь а дня того говорит наведет их Господь не в то же время когда уведенные израильтяне взяты были эти но спустя немного времени 97 таким образом по смыслу слов пророка Бог тогда же навел бы эти дни но он медлил и долго терпел хотя грехи их по своей важности требовали того же наказания как он и часто делает то есть медлит и отсрачивает при наступлении назначенного дня это служит с одной стороны величайшим свидетельством его человеколюбия а с другой яснейшим доказательством неблагодарности тех которые не хотят надлежащим образом пользоваться его человеколюбием так и здесь пророк говорит что уже тогда постановлено определение уже тогда был гнев Божий что представив близость наказания расположить к раскаянию сделать их лучшими и по взятии десяти колен привести остальные два в уныние чтобы они не сделались более беспечными после пленения одних и избежания плена другими и будет в тот день да знак Господь Мухи которая при усти реки Египетской и Пселе которая в земле Ассирийская видишь ли как не напрасно я говорил что он желая усилить в них страх произносит угрозу с того же дня это доказывает последующие слова которыми он увеличивает страх представляя им войска которые были для них весьма страшны объясняя легкость нашествия врагов что крайне могло тронуть их и указывая на множество войска что особенно поражало их ум все это он выразил следующими словами посмотри и будет говорит в тот день даст знак Господь Мухи Мухами здесь он называл египтян по их наглости и бесстыдству потому что они будучи постоянно прогоняемы постоянно вновь нападали и не давали ни малейшего отдыха но часто причиняли иудеям множество беспокойств беспрестанно приставая к ним во время несчастья как мухи к кранам так как этих врагов они еще не очень испытали то сравнением с таким насекомым пророк внушает им великий страх выражая названием этого насекомого их силу стремительность мстительность тяжесть ран скорость прибытия трудность остеречься от них и прилетят и усядутся все они по долинам опустелым и по расселенным скал и по всем колючим кустарникам и по всем деревам сказав как те народы страшны и как войско их быстро он говорит теперь об их множестве не сказал ополчаться но почиют как бы не в неприятельскую страну прибыв но наслаждаясь собственной и как бы не на утомлении труды приготовившись но выступая на явную победу и собирая готовую добычу потому он говорит придут и почиют что свойственно тем которые победили возлигли трофеи и после многих подвигов и убийств отдыхают они будут отдыхать не только на полях но по бесчисленному множеству их страна недостаточно будет для помещения тел их и потому телами иноплеменников покроют пропасти и скалы и горы и леса и все если бы они были не так сильны и не так быстры то многочисленности достаточно было бы для поражения иудеев но когда соединяется и то и другое и такая многочисленность и такая сила и что всего тяжелее когда гнев божий предводительствует ими тогда какая остается надежда на спасение впрочем выражение во всякой расселине на всяком дереве сказано преувеличено конечно не на деревьях они будут отдыхать но здесь как я сказал пророк допускает и преувеличение и вместе продолжает сравнение с осами в тот день обреет господь бритвой нанятой по ту сторону реки царем ассирийским голову и волоса на ногах и даже отнимет бороду внушив сильный страх войсками неприятелей пророк еще более усиливает его обращаясь к небу и показывая что не какие-нибудь иноплеменники египтяне и персы но бог ведет войну против иудеев бритвой здесь не называют невыносимый гнев божий против которого никто не может устоять который легко настигает и истребляет как волосы на теле не могут устоять против острия бритвы но тотчас уступает и падает так точно говорит он и дела иудейские не могут устоять против гнева божия 99 таким образом бритва нанятая показывает нам сильный полный гнев божий окончательное определение его а выражение по ту сторону реки царя сирийского значит по ту сторону ифрата потому что иудея и вся палестина от персии лежала по другую сторону этой реки все это говорит пророк господь совершит отнятием а называя голову волосы бороду и ноги он называет всю страну в форме сравнения с телом обнимая словом всю их страну как он говорил и в начале вся голова в язву все сердце исчахло от подошвы ноги до темени головы нет не одного ни одного но сравнивая всю страну с одним телом то же говорит он и здесь то есть что вся земля подвергнется тяжкому наказанию одно он выразил бритвой а другое подобием тела объясняя что угрожающее определение божие тяжелее всякой бритвы истребит и людей и произведение земли и оставит ее обнаженную и пустынную далее он изображает это запустение другим сравнением и делает это для того чтобы в них страх остался всегда живым и скорбь не ослабел от продолжительности речи людям невнимательным кажется что следующие слова содержат обещание некоторых благ но обстоятельно вникающие знают что в них изображается великое запустение в самом деле что он говорит и будет в тот день кто будет содержать корову и двух овец по изобилии молока которое они дадут будут есть масло маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле здесь как я выше сказал изображается великое запустение земля производящая пшеница и ячмень будет лишена людей представит обилие пастбища для овец и столь обильное что по избытку корма даже две овцы и одна телка будут в состоянии доставить владельцы их источники молока таким образом избыток корма для бессловесных служит величайшим доказательством недостатка людей тоже означает и мед пчелы обыкновенно любят обитать в пустыне где их они находят обильную пищу и никто не беспокоит их а чтобы ты убедился что здесь изображается великое запустение служат дальнейшие слова и будет в тот день на всяком месте где росла тысяча виноградных лос на тысячу сребреников будет терновник и колючий кустарник со стрелами и луками будут ходить туда ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником это служит знаком великого бедствия что не только горы и леса но и пахотная и тщательно обрабатываемая земля приносит терния пророк не напрасно означает сыну винограда но чтобы показать и свойства земли и великое прилежание земледельцев между тем и эту землю говорит столь плодородную и обработанную руками земледельцев бог обратит такую пустыню что она будет производить терния вместо винограда и внушает такой страх проходящим что никто не посмеет вступать на нее обнаженным и безоружным это говорит он желая показать и пустынность места и множество живущих там зверей потрясший таким образом ум слушателей и произвесший в них сильный страх пророк опять несколько смягчает речь прибавляя и приятное и перемену к лучшему чтобы они из того и другого познали силу божию но на страшном он останавливается долго а приятное сказав тотчас оставляет почему потому что они тогда особенно нуждались во врачевстве угрозы поэтому изложив ее в пространных он потом желает дать им некоторый отдых и таким образом опять призвать к добродетели прибавляет и приятное и ни на одну из гор которые расчищались борозниками не пойдешь боясь терровника и колючего кустарника туда будут выгонять волов и мелкий скот будет топтать их как во время гнева божия плодородная земля сделается пустынью так наоборот по умилостивлению его и грубое покажет свойство земли тучной приняв плуг и семена а когда это совершится тогда будет и все следующее отсюда мир и безопасность уверенность и безбоязненность как было прежде этим он опять указывает на благополучие как и далее он говорит блажен сеющий при всякой воде Исайя 32.20 как тогда когда он желает изобразить запустение он представляет речи своей Сиринов Исайя 13.21 так тогда когда желает изобразить мир и безопасность всегда представляет животных кротких ручных и содействующих нам земледелий выражая через них то что от них происходит возделывание земли и прочее их служение